Нам удалось выяснить, со слов очевидцев, что рабочий спутился именно в этот люк. Вот здесь даже видна условная страховка, привязанная к ограждению дороги. А вынимали его уже из другого люка, метрах с 60 вниз по улице. Расим, очевидец произошедшего, рассказывает, эти работы выглядели как-то странно. Человека опустили в люк просто перевязанным веревкой. А глубина там, по его словам, приличная. Они искали, пытались там его как-то вытащить, но не получилось. То есть они его вытаскивали в этом промежутке, открыли люк только после этого, смогли его с этого люка и достать. Проезжая часть улицы Лермонтова поднимается от старой части улицы метров на 8. Это видно, если посмотреть, насколько ниже находятся частные дома. И если это на самом деле так, то коммуникации заложены на глубине. Там где-то глубина, наверное, метров 10. Глубина, и там у нас канализационные эти, куда истоки воды уходят. Они ее перекрыли вроде бы, и после этого человек туда зашел. Ну и как бы, как они говорят, вода откуда ни возьмись, она как бы рванула. Ну и вот они не успели ничего сделать. Судя по расстоянию от первого люка, поток воды протащил рабочего под землей метров 30. Вот он, этот самый злополучный люк, из которого спасатели доставали рабочего. На нем буква В, значит водоканал. Какой колодец или что там вообще находится внизу, и как там оказалась вода, неизвестно. Все это установит следствие. Пока уголовного дела нет, идет доследственная проверка. По предварительным данным, рабочий из Тульской области, работая по найму заключенному с муниципальным унитарным предприятием водоканал, в ходе чистки канализационных стоков упал и утонул. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на восстановление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято представленное решение. В Ставропольском водоканале от ответственности за тульского рабочего открестились. Не наш он и все тут. Дело в том, что как работник водоканала, он к нам не относится, он у нас не работает. Завтра приезжает директор в столы, его непосредственный начальник. Все остальные, кто мог бы хоть что-то рассказать про гибель рабочего, как будто сами провалились под землю. Во всех службах от скорой помощи до судебной экспертизы словно воды в рот набрали. Но рано или поздно им придется заговорить. Ведь за смерть человека кто-то должен будет ответить. Алексей Форсиков, Илья Аладин, Информбюро.